сегодня короче мне навеяло запилить ролик ролик о кредитах короче вот многие мне пишут вконтакте да в личные сообщения когда я куплю себе новый автомобиль когда я уже избавлюсь от этой сраной ауди а3 2004 года вот я понимаю ребята что вы хотите меня увидеть на новом автомобиле да да я и сам хочу себя увидеть уже на новом автомобиле мне это audi же если честно морально надоело но есть одно но мне за нее не нужно платить никакие кредиты я покупал за наличные прошла на 11000 миль 11000 миль то есть это получается сто десять тысяч километров если я не ошибаюсь вот поэтому этой машине еще ездить и ездить понимаете но морально морально да я соглашусь морально она меня уже задолбала просто эта машина просто задолбала вот короче морально она меня задолбала но ролик не об этом ролик не о моей сраной audi да ролик немножко хотя нет хотя чуть-чуть и об ауди моей тоже вот но по порядку короче о кредитах короче короче у нас на фирме работает один чувак он финн но всю жизнь прожил швейцы ну по нему даже не скажешь что он финн разговаривает он только на шведском по-фински он только знает пару слов типа там хэткин нэн укси как си йокси вот а так он ну швед короче такой финн ошведевшийся ну как я вот австро-венгер осведевшийся так вот короче этот чувак он всю жизнь стоял в долгах у коллекторов и недавно он с коллекторами да расплатился ну у нас называются не коллекторы да ну что просто вам понятнее было в общем коллектором он должен был всю жизнь деньги и вот не так давно он расплатился с коллекторами года два или три назад вот но все равно он человек не богатый он работает только на фирме грузчиков делишки как я он не делает да то есть такая вот типичная у него шведская жизнь пришел отработал да пришел домой и пиво пить вот то есть никакие там экстра делишки ничего такого вел его как бы не интересует а зачем типа хватает как бы но это еще ладно как бы может быть швеции они шведы на месяц вперед как бы планирует свою жизнь да ну многие планируют на месяц вперед а вот в латинской америке до латиносы они планируют вообще на на один день вперед вот сегодня жрать есть и нормально то есть работать они больше не будут потому что сегодня жрать есть зачем им работать чтобы на завтра что-нибудь купить завтра будет следующий день завтра они опять поработают и купить себя чего-нибудь пожрать хотя и в швеции есть такие люди которые живут сегодняшним днем и это меня сука бесит когда люди живут сегодняшним днем понимаете вот сегодняшним днем живут и об этом отдельный ролик кстати запишу но не суть как говорит антони сноу из америки короче вот этот чувак избавить а избавившись от долгов через три года решил приобрести себе автомобиль представляете и купил себе трехгодовалую ауди а4 то есть если он будет ехать по улице на ауди а4 а я буду ехать сзади на своей ауди а3 то люди которые обращают внимание на детали да таких может быть немного но такие будут люди на улице они подумают ага вот чувак на ауди а4 он нормально как бы экономическая у него ситуация то есть хорошая машина нормальный такой чувак стоит крепко на ногах а вот чувак на ауди а3 поехал ну это какой-то нищеброд машинка старенькая херово чувак на ногах стоит вот так вот подумают люди когда мы проедем друг за другом на машине понимаете вот и это и это ошибка понимаете ну он бы мог купить себе даже не ауди а4 он бы мог себе купить какого-нибудь классный мерс но если бы он очень сильно захотел он бы там мог купить себе какую-то там ну вообще супер там улетную бэху там купешку там я не знаю кабриолет и купил бы если бы сука если бы захотел вот потому что покупал это все в кредит ему бы на бэху дали в кредит понимаете ну вот первое что меня бесит что люди бы со стороны подумали что вот чувак на ауди а4 он крутой а на этой трешке он типа гондон штопанный понимаете а на самом деле все наоборот то есть он взял свою тачку в кредит он будет за нее выплачивать восемь лет 8 лет он будет выплачивать свою тачку понимаете 8 лет он будет выплачивать эту тачку то есть эта тачка через пять лет будет такая же как моя сегодня audi a3 понимаете когда он будет ехать на улице по улице на этой тачке через пять лет все будут думать на этот чувак нищеброд понимаете как сегодня думают про меня, так через 5 лет будут думать про него, да этот чувак нищеброд вот едет на Ауди А4, на старенькой Ауди А4 но разница вся в том что когда про меня думают что я нищеброд, еду на старенькой Ауди А3, я за эту Ауди никому денег не должен потому что я покупал ее за правильно чуваки, я ее покупал за наличные, а когда он будет ехать через 5 лет и все будут говорить, что он нищеброд он еще за нее будет денег должен платить аж 3 года, еще 3 года после этих 5 лет то есть люди уже будут думать, что он нищеброд, а он еще и деньги платил, и еще 3 года будет платить за эту тачку и будет нищебродом, понимаете я свою тачку могу завтра пойти и выкинуть просто, понимаете, просто пойти на металлолом приехать, она весит полторы тонны, и получить за нее 200 баксов, понимаете, мне насрать понимаете, мне насрать потому что мне за нее выплачивать ничего не надо я ее купил за наличные, понимаете ну конечно на металлолом я ее не выброшу она все равно стоит, не знаю там ну сколько, ну 2000 евро стоит она может даже 3000 евро, не знаю и когда я ее продам, я получу наличные и я еще раз говорю, я никому ничего не должен а он должен, а он должен а тачка у него уже там будет это ломаться он будет платить за ремонт плюс еще будет платить долги понимаете, и я это не люблю, я не люблю когда люди тупо идут и берут все что можно и не можно в кредит, понимаете я человек СССРовской языкалки, я считаю что человек вот сейчас самое внимательное ребята, которые ходят в школу да, которые еще не начали свою собственную жизнь отдельно от родителей внимательно послушайте меня пожалуйста когда вы уйдете от родителей вы можете пойти разными путями вы можете пить, курить и наркоманить вы можете брать все в кредит понимаете а может быть может сделайте так как сделал тупой грузчик Австро Венгар изначально изначально а я изначально когда мне было еще 20 лет я никакие кредиты не брал ну в СССР там никакие кредиты не давали насколько я знаю я изначально начал делать свой капитал ну, заначку, так сказать, и вот я ее делал, делал на протяжении там, даже не с 20 лет, я даже заначку делал, когда еще вообще там в школу ходил, когда мне там еще было там лет 14, вы знаете по моим роликам, как я там и шоколадки воровал и продавал, и квартиру обнес Владика Заборова, да, кольцо у него украл, много грехов на моей душе, да, я не буду все рассказывать, да, но суть в том, что я уже тогда, я уже тогда начинал копить деньги и делать себе базу, понимаете, базу, то есть, когда я пришел из армии, да, я через год пошел, купил себе машину-шестерку, Жигули, вы сейчас, наверное, смеетесь, да, вот современное поколение, ну, там, как Жигули купил шестерку, идиот, тут люди на Бентли ездят, ребята, в 89-м году иметь Жигули шестерку, это то же самое, что сегодня иметь Бентли, понимаете, когда я купил свою шестерку и пригнал ее во двор в Питер, там была такая же шестерка у одного чувака, он был капитан дальнего плавания, и москвич был у одного полковника в отставке, и они подошли ко мне и спросили, это твоя тачка, я сказал им, да, а как ты ее купил, тебе же только 20 лет, я говорю, у меня была заначка, вот, поэтому я ее и купил, а у вас, видимо, заначки не было, поэтому вы купили ее, когда вам исполнится полтинник, вот, короче, сука, время идет, ролик не успеваю записать, мыслей много, сконцентрироваться не могу, так вот, самое главное, это заначка, понимаете, вот, многие шведы, не все, но очень многие, вот, они берут машину в кредит, да, им нужна машина, они берут в кредит, им хорошо, они считают это очень классно, им нужен телевизор новый, они берут в кредит, им нужна микроволновка, они берут в кредит, потом, они, естественно, работают, да, получают зарплату, зарплату получил, о-о-о-о, там, типа, там, ну, ладно, они там не грузчики, они там какие-то, там, программисты, там, 5000 евро получил, о-о, классно, херакс, счета пришли, и нету 5000 евро, понимаете, и нету 5000 евро, и они сидят и ноют, как так, мы зарабатываем такие деньги, а денег у нас нету, правильно, потому что у них изначально мировоззрение какое было, брать все в кредит, а у меня, у человека старой закалки, было мировоззрение какое, сделать заначку и покупать все за наличные, я могу получать даже тысячу евро в месяц, понимаете, даже тысячу евро в месяц, и у меня все равно останутся деньги, понимаете, потому что у меня есть заначка, я со своей заначки могу проворачивать всякие экономические комбинации, я могу дать деньги в долг, понимаете, какому-нибудь частному лицу, и заработать на этом деньги, вы все знаете, не так давно я вам рассказывал в каком-то из роликов, что я даже дал 100 тысяч, 100 тысяч евро банку в долг, банку, я одолжил банку, и мне платил банк проценты, то есть капитал мой работает, понимаете, мой капитал, он работает, моя заначка, моя заначка, она работает и приносит мне деньги, в то время, как вот этот чувак, который купил Аудио 4, у него нет заначки, и он каждый месяц должен за свою Ауди на протяжении 8 лет отстегивать, по-моему, 300 евро в месяц, то есть он отстегивает 300 евро в месяц за свою тачку, и у него там будет голова болеть, там, потому что, ну, может его завтра с работы уволят, еще что-то, да, начнется головные боли у него, а кроме тачки у него будет там еще и телевизор, кредит, и холодильник, и что угодно, да, у него начнутся головные боли, а у меня не начнутся, вот меня завтра уволят с работы, ну, у меня Акаса, ну, у того чувака тоже Акаса, да, но Акаса это 80% от зарплаты, и для него вот эти вот 20%, которые он будет недополучать, если его уволят, для него это смерти подобно, а для меня нет, я буду получать 80% и только радоваться, буду сидеть дома делишки делать, я потеряю на работе 20%, но на делишках я выиграю, я еще 100% заработаю, понимаете, и у меня голова не будет болеть, ни за телевизор, ни за холодильник, ни за автомобиль, потому что я это все куплю, за наличные только, только за наличные, поэтому, ребята, все надо покупать за наличные, ну, конечно, дом или дорогую квартиру, за наличные купить возможности, наверное, не будет, вот это единственная вещь, которую можно взять в кредит, и то, и то, надо хорошенько подумать, вот я сейчас возьму этот дом или квартиру в кредит, а смогу ли я это оплачивать, а если меня выгонят с работы, если у меня будет на 20% меньше капитала, да, вот все это нужно очень хорошо продумать, ребята, а телевизоры, автомобили, там, холодильники в кредит брать, это вообще просто придурки, есть люди, которые берут в кредит деньги для того, чтобы купить поездку, отдохнуть там в Турцию или еще куда-нибудь, это маразм просто, ну не отдыхай ты тогда, ну полежи ты на солнце на шведском, нет, они берут в кредит бабки, чтобы съехать в Турцию, сука, у меня слов нету просто, ну, в общем, все, что мне сегодня навеяло, короче, давайте, ЧААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА